друзья всем привет меня зовут наталья носова и я отвечаю на ваши вопросы я очень рада когда вы присылаете свои вопросы и и вот последнее время к нам пришло несколько вопросов про хвосты но про хвосты мы уже снимали видео видео очень очень хорошие и мы предлагаем вам с этими видео про хвосты ознакомиться ссылки на видео вы найдете в описании ну а сегодня мы поговорим о еще одном обладатели шикарного хвоста и не только хвоста потому что к нам еще прислали такой вопрос расскажите пожалуйста про носух они такие милахи абсолютно согласна что эти животные очень милые симпатичные мы уже на нашем детском канале рассказывали про енотов и этот ролик вызвал очень большой интерес потому что действительно еноты это прямо удивительно мимимишные существа они такие хорошенькие милые с полосатыми хвостиками и маской так вот сегодня поговорим о носухах а носухи это родственники енотов достаточно близкие они принадлежат к одному семейству енотовые и надо сказать что по мелоде они енотам совершенно не уступают по характеру даже пожалуй превосходят потому что они гораздо более спокойные и уравновешенные по сравнению с этими бандитами так вот кто же такие носухи носухи это такие небольшие зверьки ну скажем немножко больше кошки размером весит порядка пяти шести килограмм взрослое животное у них длинный полосатый хвост короткие коренастые лапы сильными большими когтями но самое потрясающее что у них есть это шикарный нос ну не случайно как вы понимаете это животное называется носуха так что нос действительно сроченный с верхней губой образует такой своеобразный подвижный хоботок и нос очень подвижный чуткий и этим носом носуха может не только обнюхивать но еще и общупывать она этим носом в лесной постилке пытается найти себе еду вот выглядит зверек совершенно очаровательно и надо сказать что своим характером тоже отличается как я уже сказала гораздо более спокойный покладистый поэтому наверное неудивительно что нередко например в странах южной америки это животное содержит в качестве домашнего питомца ну вот правда есть такая тонкость если вдруг вам тоже захочется завести носуху дома к туалету к сожалению к лотку эти животные не приучаются вот такая вот у них есть особенность если вы готовы это терпеть и у вас есть обширная территория на которой вы можете построить большой просторный вольер для животного то в общем то у вас есть шансы стать хозяином очаровательной носухи носухи природе как правило живут группами вернее самки носу живут группами у них очень интересное поведение группе может быть от 4 до 5 особей они друг с другом очень хорошо общаются они друг другу вычищают шерстку они вместе охотятся вместе прогоняют территории со своей каких-то других носух чтобы они не заходили на их территорию потому что действительно у каждой такой группы есть свой такой вот участок за которым они следят а вот самцы появляется в группе только в период размножения то есть между самцами в период размножения происходят настоящие поединке когда они выясняют кто сильнее они при этом очень забавно встают на задние лапы размахивают передними лапами скалят зубы вот но в общем выглядит страшно но на самом деле ничего страшного не происходит один из тот который победил в поединке он принимается на период размножения в группу но потом у его из группы самки изгоняют у самок примерно в одно и то же время у всех появляются на свет детеныши они для того чтобы произвести на свет детенышей делают гнездо чаще всего это происходит в дупле дерева но если рядышком нет подходящего дупла или все дупла подходящие заняты другими самками то дупло может быть в каком-то укромном месте например между камней на свет появляется детеныши примерно через 74 дня 74 77 дней длится беременность они довольно беспомощные и требуется довольно длительная забота матери на сухи как и еноты всеядны они питаются самой разнообразной едой но все-таки предпочитают пищу животного происхождения они едят всякую мелочь насекомых пауков даже скорпионов они разоряют птичьи гнезда и поедают яйца они иногда едят различных мелких зверьков а также ящерицы лягушек то есть вот это их основная такая самая излюбленная пища но также они с удовольствием едят различные вкусные сладкие плоды но они уже так на втором месте по значению в их рационе но в общем довольно милый зверь как вы поняли кстати у него выдающийся хвост вот про хвост то я и не сказала толком у енота как вы помните полосатый хвост и у нас ухи тоже полосатый хвост он довольно длинный но может быть не такой шикарный как у енота но тем не менее тоже довольно представительный виден он издалека потому что носухи часто ходят подняв хвост кверху вот и этот хвост дает им возможность обнаружить своих сородичей поблизости носухи хоть и часто довольно много времени проводят на земле они великолепно лазать по деревьям их лапы к этому прекрасно приспособлены причем лазать они могут как вверх головой так и вниз головой по дереву ну и они общаются друг с другом общаются они при помощи разных звуков их звуковой ряд очень разнообразен они например когда предупреждают друг друга по опасности издают звук похожий на лай а когда пытаются общаться со своими детенышами они издают звук похожий на хныканье но общаются также и при помощи других звуков в зависимости от обстоятельств они могут издавать звуки похожие на птичьи трели на какой-то там ворчание хрюканье в общем самые-самые разнообразные звуки которые помогают им передавать друг другу информацию ну что ж друзья спасибо вам за ваши вопросы не забывайте присылать нам новые вопросы приходите к нам музей у нас очень интересно кстати у нас совсем недавно открылась новая выставка очень красивая интересная и познавательная называется она осторожно город там вы узнаете много животных которые живут рядом с нами в городе и узнаете какие-то очень важные вещи которые вам помогут не совершать каких-то ошибок например кормить животных подходящим для них кормом приходите к нам музей мы всегда рады встречи не забывайте подписываться на наш канал и пишите не забывайте подписываться на наш канал и ставьте лайк всем пока всем пока всем пока